Дело в том, что у нас есть другие расчёты, которые подтверждают. Кстати, тут Шпитальный, Заколдаев и так далее. Мы использовали их методику и пришли к этим же цифрам, что у Солнца остался остаточный ресурс нормальной светимости 23 миллиарда лет. У Земли где-то около 17 миллиардов лет – это биосоциальный ресурс. Также я хочу обратить внимание, Клюшина, она очень много, это очень много. Сколько в пределах нашей метагалактики, то есть метагалактики, всего звёзд. Так вот, число 1, 2, 1, 8, 8, 9, 8, 8, 0, 0. Миллиардов звёзд. Это согласуется очень хорошо с данными астрофизики, которые ищут массу. Вот эту, где же она ещё, недостаточная масса. А масса, что соответствует, а масса равна этих звёзд. 1944 на 10, 44 мегаграмм, то есть тонн. Масса очень большая. И это соотношение звёзд нормальной светимости независимо от их фазы. Вот. И масса, она почти постоянная. Она выходит за пределами метагалактики и скопления звёзд, галактики. Они вступают в фазу самоликвидации и редукции. Так что мы можем наблюдать постоянно процесс движения звёзд, ведущих от центра галактики, метагалактики, в двух направлениях. Мы находимся в одной из половин этой метагалактики. В начале прошлого века физики-теоретики очень точно определили форму галактики в виде математического седла. А это фактически честь стора. В 70-е годы прошлого века мы добились того, чтобы на базе Тартовского госуниверситета в городе Тартово. Они собрали со всех астрономических центров, мировых центров, информацию по звёздам нормальной светимости и получили в виде сетки Рабицы, то есть их распределения, в узлах этой сетки, то есть экскональной структуры, находятся скопления галактики звёзд. На рубеже веков американские два спутника получили блестящие фотографии после обработки, получили ту же сетчатую структуру, вогнутую. Благодаря японским астрофизике уже в начале этого века мы получили на выходе седла точный диаметр, точный диаметр. И в метагалактике это на её концах 123 на 10,44 метров. С другого конца, например, то же самое. В седловине диаметр получили 98 на 10,44 метров. Также вот это огромное количество звёзд, идущих и образующихся в нашей метагалактике не такое же большое по отношению её параметров, геометрических параметров. Если у вас будет вопрос, то я вам отвечу. Или вы уже ждёте другого закладчика. Тёмная материя не нужна? Ну, знаете, тёмная материя есть, конечно. Только она в голове у её изобретателей. Есть... Я вам скажу такая вещь. Мы её называем 11-я зона. В нашей галактике Млечный путь. Есть за пределами орбиты Солнца, чуть-чуть ближе к краю. Есть зона, куда... Которая не отражает фотоны. То есть вот как бы чёрная. Ну, что-то за структура можно... В общем-то, если взять, посмотреть кольца Сатурна, примерно такая же зона. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Такой же участок мы находим на окраине Сатурна. Там это увеличение массы, как и положено. Такой же мы находим участок на самом крыле. Все большие и крупные массы, отработанные в метагалактике, то есть галактике, они уходят на периферию. Но на самом конце, то есть, находятся вот тоже вот эти пылевые структуры. здесь этот вопрос уже в астрономии, астрофизике достаточно хорошо отработан. Такой тёмной массы, что я вам отвечу ещё раз. Секундочку. Мы, смотрите, обращаем внимание, вот последняя таблица, мы так раскачегарились, что, ну, благодаря активности Николаева, конечно, молодец, он хорошо, быстро, главное, она как трактор. Так вот, интересная вещь. Я обращаю внимание, это ответ на вас. Ищем мы какую-то скрытую или тёмную массу. Так вот, обратите на одну интересную позицию. У нас в центре массы, в центре галактики, Млечный Путь, находится масса, которая почти эквивалентна массе звёзд, находящейся в галактике. это бесструктурная, об этом я уже делал доклады, повторяться не буду, это бесструктурная масса, которая, это очень, таких в нашей половине метр галактики равно числу первого фирма. Пятому числу первого фирма. 5, 6, 6, 6, 37. Особенности бесструктурной массы является то, что она не имеет внутренних преобразований и развития. Такую массу можно получить и вот у нас в лабораторных условиях. И, мало того, она является, она не участвует во внешних преобразованиях, она является детерминатором там, то есть фактором воздействия. Вот. И после того, как прошел процесс, преградил свое существование метр галактика, мы еще будем, и другие подобные галактики, действия разумного существа, кроме нас, она возвращается в исходную позицию метр галактики и принимает вновь участие в новом процессе. И этот процесс неограничен во времени. Так, я все